Незадолго до полуночи пятницы несколько экипажей ДПС преследовали неугомонного водителя Ниссана Глории, который с сумасшедшей скоростью разъезжал по городу в компании своих друзей. Погоня за нарушителем началась на улице Целинной, откуда он помчался в Гаровку. Через пять минут вой сирен раздавался уже в поселке имени Горького. Свернув с главной дороги, гонщик в сопровождении инспекторов промчался мимо солнечной поляны, оказавшись на автодороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Пролетев через Тополево, беглец свернул на Карла Маркса и погнал машину в сторону центра города. За каких-то пару минут он успел доехать до улицы Выборской, где свернул к восточному шоссе. Оттуда, попав на промышленную, лихач свернул петлю по развязке на проспекте 60-летия Октября, гоняя патрульных то в направлении 2-го Хабаровска, то обратно к Портовой. Метания закончились в переулке Гаражном. Свернув с эстакады, нарушитель, вероятно, хотел затеряться во дворах, но загнал машину в тупик. Оттуда было невозможно не то что уехать, даже бежать было некуда. В Ниссане оказалось четверо человек. Бесстрашных дам, занимавших пассажирские места, полицейские отпустили домой. В наручники заковали только представителей мужского пола. На месте задержания оба твердили, что никто из них машину не вел. Более того, изворотливый задержанный уверял, он вообще не был в курсе происходящего. Так его захватило музыкальное сопровождение поездки. Не знаю, я сидел, музыку слушал в наушниках. И что, вы не знали всю дорогу, что спреследует? Нет. Второй, захваченный инспекторами, который и пытался скрыться от патрульных, пускаться по волнам фантазии не стал и ничего креативного не выдумал. Сказал, что отношение к Ниссану не имеет ровным счетом никакого. Да не, я же говорю, он рядом проходил. А за что наручники? Да не знаю, не понравился, видать. Судя по стаканам в машине, причиной бегства была попытка уйти от наказания за нетрезвое вождение. Выяснять, кто из приятелей будет платить 30-тысячный штраф и лишиться прав, будут уже в отделении полиции. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.